Громкие хлопки и взрывы, стрельба и освобождение заложников. Жители советского района напуганы. В центре города более тысячи полицейских. Сотрудники ОМОНа подавляют массовые беспорядки. Их устроили футбольные фанаты. С масштабных учений репортаж Антона Зубкова. Это толпа людей в масках и с палками в руках. Агрессивные футбольные фанаты. Их команда только что проиграла матч. И они идут громить витрины и сбивать прохожих. Разъяренную толпу окружает отряд ОМОН. А затем блокируют фанатов колючей проволокой. Агрессоры сдаваться не спешат. Закидывают полицейских камнями и коктейлями Молотова. В Челябинске проходят масштабные учения сотрудников полиции. Участвуют более тысячи бойцов. Патрульная служба ОМОН, СОБР, ВНЕ Ведомственная охрана и ГИБДД. Чтобы не пугать жителей города, учения проводят на территории бывшего танкового училища. За каждым действием штурмовиков следят больше сотни офицеров. В нашей области целый ряд разбойных нападений на банки с целью завладения денежных средств. Большое количество различных спортивных мероприятий. Личный состав, руководящий состав должен быть обязательно готов к проведению такого рода мероприятий, чтобы жители города Челябинска, Челябинской области чувствовали себя в безопасности. Чтобы остановить массовые беспорядки, силовики используют водометы, дымовые шашки. Спецназовцы, прикрываясь щитами, наступают на толпу. Работают так называемые группы изъятия. Они вытаскивают из толпы зачинщиков драки. Фанаты пытаются прорвать окружение, но безрезультатно. Прорыв здесь нужно именно стоять крепко на ногах. Но мое участие как командира здесь нужно смотреть в оба за подчиненными, чтобы не было разрыва именно в цепочке, правонарушители не прошли внутрь. А это еще один этап учений. По легенде, четверо особо опасных преступников ограбили банк, угнали автомобили, захватили заложников. Уходят от погони и прячутся в здании. Освобождать пленников готовится СОБР. Бойцов защищает от выстрелов в стальной щит. А противника они пытаются ослепить специальным фонарем. Операция длится всего 4 минуты. Обстановка на учениях максимально приближена к реальной группе захвата. Используют боевое оружие. Взрываются настоящие гранаты. Поэтому журналистов ближе, чем на 100 метров к месту проведения. Действия полицейских руководство оценивает на отлично. Но это не последняя тренировка. Зимой бойцов снова соберут вместе для освобождения заложников. Антон Зубков, Виктор Щелков, ОТВ.